здравствуйте дорогие товарищи я очень рад вас видеть в этой непринужденной дачной атмосфере ну да я благодарю вас за то что вы пишите комментарии как всегда благодарю вас за материальную поддержку канала это очень приятно очень здорово ну и напоминаю существование плейлистов потому что масса пластинок уже показана если вы хотите какой-то альбом увидеть вы пишите в комментариях я хочу вот это а это уже показано и посмотрите действительно очень много роликов записано поэтому вполне возможно что ваша любимая пластинка уже была ну а я снова вспоминаю одного из своих самых любимых артистов фрэнк запа чонга с ревенч называется пластинка я привык называть и чанга чанга с ревенч ну может быть и чунга вполне вероятно 1970 год фрэнк запа распустил свою группу the mothers of invention в силу того что содержать ее было достаточно сложно запов всегда содержал свой бэнд самостоятельно то есть платил зарплату всем музыкантам состав него был не самый маленький и жизнь запа и его группы the mothers of invention состояла из бесконечных концертов и еще более бесконечных репетиций постоянных репетиций борис гребенчуков кстати говоря рассказывал как он оказался на репетиции франко запа его пригласили просто ну и запа был не против и общие друзья привели его на репетицию к запе и борис говорит я прослушал раз 15 одно и то же произведение которое играла группа разницы не заметил во всех этих исполнениях но на 15 раз запускал что окей это меня устраивает хорошо и в этот день кстати у запы был день рождения 21 декабря как у меня у меня в один день с рынком запы день рождения так что когда настанет 21 декабря можете поздравлять ну вот таким образом жизнь запа текла и и люди которые ежедневно приходили на репетиции ничем другим заниматься не могли а им нужно было что-то есть содержать семьи платить за жилье да и проще и запа платил им зарплату все это время но в конце концов это стало очень накладно и запа распустил постоянный состав и набирал музыкантов просто либо на концерт либо на запись то есть так дискретно не содержал полный состав постоянно когда все время вот все время мы в работе каждую каждую минуту каждую секунду но пластинки продолжал он выпускать слава богу записывать и вот это можно сказать что это собственно не можно сказать это сольный альбом как бы фрэнка заппа уже без the mothers of invention 1970 год и что вот я читаю в разных комментариях в разных рецензиях что это та пластинка с которой нужно начинать знакомство с музыкой фрэнка заппа для тех людей которые не знакомы с этой музыкой таких людей все больше и больше становится потому что заппа уже в материальном мире нашим нет время идет выходит новые новые пластинки новых и новых групп и люди которые родились не так давно слушают слушают новую новую музыку этих людей все больше и больше и больше да и музыка которая была записана в прошлом веке она как-то все ее слушают реже 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 но это нормально это на самом деле так так всегда было есть и будет потому что количество людей которые слушают моцарта например она значительно меньше чем людей которые слушают в нашей стране например в бузову кстати в комментариях было написано что что такое the rolling stones там что такое вот в том смысле что это очень плохая группа и не интересная и то что у них миллионы поклонников это ни о чем не говорит вот у бузовой там тоже миллионы подписчиков в чем-то но я не буду сравнивать ни в коей мере никого не хочу обижать да ну это я к тому что музыка записанная несколько десятков лет назад все таки не так широко распространена в наших медиа как музыка современная но наши медиа вообще это отдельная история и не стоит о нем говорить музыка не стареет как я уже неоднократно повторял и не играет никакой роли в 1970 году она записана или в 2024 вообще разницы нет никакой если музыка хорошая она она хорошая она существует и приносит людям радость так вот чонгас реванч 70-й год удивительный альбом я сказал о том что многие говорят будто бы лучше начинать с этой пластинки я не знаю с какой пластинки лучше начинать я я бы посоветовал one size fits all или там hot reds или overnight sensation но у каждого свой метод у каждого свои приоритеты это не значит что этот альбом не нравится мне очень нравится он очень хороший но для человека который никогда не слышал франка запа он может показаться сложным безумным шизофреническим и человек скажет ну это вообще чушь какая-то неземная но это сразу говорит о том что человек в музыке не очень хорошо разбирается я извиняюсь конечно не очень хорошо сечет фишку вот так вот я бы сказал да с фишками здесь все в порядке потому что по качеству композиции по тому как они структурированы как они созданы как они придуманы это одна история это очень интересно по качеству игры по гитарной игре заппа который здесь навалом просто на этом альбоме это ну если не номер один альбом то один из конечно очень очень здорово и 1970 год да все мы помним что было в семидесятом году ричи blackmore да там все дела но сравнивать я не могу даже потому что это разные вселенные это разные уровни игры и и этот парень играет хорошо и франк запа играет хорошо но это разные уровни я уже повторяю еще раз повторяю еще раз об этом ну даже не знаю чего начать трансильварио буги первый номер инструментальная пьеса пятиминутная где и гитаризм вам и клавишные истории и все здесь все в порядке просто ян андерлуд играет на органе франк запа на гитаре макс беннет на бас-гитаре янсли дэн бар на ударных знаменитый барабанщик да про него и отдельно расскажу у него и свои группы были и не одна и с массой артистов он играл очень хороший барабанщик и там сегодня на трансильварио трансильвания буги вот эти вот пять минут удивительной инструментальной композиции пролетают незаметно потому что запа играет на гитаре так необычно так неожиданно так не похоже ни на кого хотя и блюзовые проскакивают ходы блюзовые лики да там будем так называть но его фразировка она уникальная никто не повторял ни один человек разве что стив вай может быть да стив вай восторгался фрэнком запа и он играл в одной группе собственно говоря с фрэнком есть даже несколько альбомов связь с участием стива вая и он считал запу своим учителем что это неповторимый конечно музыкант неповторимый гитарист уникальный очень многому научился у западок вот трансильвание буги милости просим вперед рот лэдис второй номер это уже просто песня песня как песня блюзовый тяжелый такой вот рок я бы сказал опять таки с потрясающей гитарной игрой с хорошим очень пением здесь поет кстати кроме запа поет много кто а в частности дуэт такой флоры и флоры эдди да это парни из группы the turtles американской которые являются одними из лучших бэк-вокалистов семидесятых годов я бы сказал так наверно с марком боланом они пели на кучу альбомов с кем они только не пели то есть такой вокальный я бы сказал что это вокальный дуэт это просто два очень хорошо поющих человека которые зарабатывали деньги в качестве бэк-вокалистов в разных в разных составах частности с запой довольно много они напели ничего the road ladies 20 small cigars инструментальная пьеса около джазовая и переходящая из джазов запускей как сказать рок не рок запа не играл рок музыку за поиграл свою музыку всегда хотя формально это да формально это рок конечно но вот 20 small cigars очень хорошая просто инструментальная сложная интересная красивая пьеса а дальше до нэнси мэри мюзик запа не был бы запа если бы не вставил в альбом концертный номер эта штука за записано в живую на концерте и она состоит из нескольких частей во первых она абсолютно безумная это это как сказать это вообще юмором пронизано все творчество запа он он очень серьезно относился к музыке мега серьезно супер серьезно я уже говорила о том как борис гребенщиков пришел на репетицию да кроме кузапе вот но при этом он всегда иронизировал внутри своих сложных произведений я понятно изъясняюсь не знаю но то есть он мог серьезно показывать поворачивать смешными гранями да и смешное к смешному относиться тоже очень серьезно в этом смысле можно вспомнить сергея курёхина который примерно также действовал но это тоже разные совсем музыканты не будем сравнивать кто лучше кто хуже так вот здесь и гитарное соло сначала барабаны безумные безумные соло на удар на хэнсли донбара или донбара я привык донбаром его называть наверно неправильно донбар второе соло гитарная соло на клавишах джорджа дюка великолепнейшего клавишника и музыканта вообще музыканта с большой буквы джорджа дюка и джордж дюк начинает играть дуэтом с ударными сэнсли донбаром играет клавиши играют донбар потом джордж дюк начинает голосом изображать ударную установку но он поет не так он пропевает какие-то свои фразы имитируя ритмический рисунок ударных а донбар ему отвечает на установки соответственно это дико смешно дико интересно дико музыкально очень музыкально то что два прекрасных музыканта импровизируют играют веселяться на сцене между собой это очень здорово просто кайфово ну и подключается весь бэнт начинаются крики вопли общее веселье заппа продолжает играть в общем полный кайф и вся это все это безумие длится она из трех частей состоит ну в общем три части 2423 ну примерно 3-4 минуты каждая часть очень интересно и никогда не скажешь это просто дураковаляния это в хорошем смысле настоящее дураковаляния очень крутых музыкантов дальше опять следует просто песня tell me you love me практически тяжелый рок гитарный тяжелый рок с тяжелым рифом на котором все это лежит и вся эта история развивается из просто но не все так просто потому что ну это было бы скучно и песня расцветает к финалу наполняется оркестровкой и заканчивается вот так рассказал про песню очень хорошо следующая песня чистый ду воп чистый ду воп очень смешной и переходит он в чонгас ревенч инструментал на 6 минут 15 секунд с потрясающей гитарной игрой пели вот эта пьеса могла бы войти смело там в hot reds например в пластинку и здесь играет еще или как электрический аль саксофон с вау-вау педалью и сначала кажется что эта гитара играет на это играет саксофон удивительно безумную партию совершенно потом уже понимаешь что это саксофон там прорываются чистые саксофонные звуки и вот этот дуэт гитаре саксофона и гитары но это дуэт какой сначала играет чуть-чуть играет за по потом начинается этот электрический саксофон с педали а потом уже отдельно соло заппы идет на фоне очень красивого сопровождения клавишно-ударно-басового прозрачного воздушного очень кайфово да клэп заппо играет на ударных чуть-чуть и руби вонс туба и саджи я за дринг еще один ду воп очень сложный развернутый чуть ли не переходящий в какой-то арт-рок можете представить ду воп в арт-роке да и шарлена последняя вещь просто очень красивая песня абсолютно можно сказать нормальная нормальная красивая сложная песня так что кранг заппоченга с ревенч 1970 год получите несказанное удовольствие от этой пластинки несказанное я просто меня разрывает когда ее слушаю это очень музыка очень 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 просто настоящая музыка да всем советую и я пошел пить пока